Так, ну традиционно нужно как-то наладить на правильный лад аудиторию. Вы все сегодня отлично выглядите, и, как сказал предыдущий спикер, вы отличная публика. О чем я с вами хотел поговорить? Значит, вот презентация. Вспоминаю о неслучившемся будущем, на что рассчитывать молодым гуманитариям. Друзья, здесь есть гуманитарии, не обязательно молодые? Ну, кое-кто есть, да. Ну, в принципе, в принципе, эта лекция, ну или короткое выступление может быть посвящено, конечно, не только гуманитариям, потому что, конечно, будущего нет не только у гуманитариев. Да, это правда, вы знаете. Друзья, кто поднимал руку, на что вы рассчитываете вообще? Нет, ну серьезно. Вот, да, на чудо. Ну, на самом деле, обычно, конечно, когда студент, молодой, молодой активный человек, девушка поступает в университет на гуманитарную специальность, то она думает, что, или он думает, что они чего-то нибудь достигнут, каких-нибудь успехов в науке, если они пойдут в науку. Ну, мы сейчас давайте будем говорить про науку. вот, ну, на самом деле, вы понимаете, что это не так, и вот, например, работает. Ну, ничего, вам буквы только что привели, поэтому… Да, вот, ни на что не рассчитывайте. Ну, я вам просто расскажу одну историю, как я, уже будучи преподавателем, я преподавал у философов, у социологов, у историков. И вот однажды я зашел… Просто я хочу развеять один миф. Обычно считается, что… Ну, все знают, в общем, эту шутку, она довольно стандартная, что чаще всего философы, я работаю доцентом школы философии, факультета документарных наукневшия, что философы обычно работают где? Ну, если они не занимаются наукой или преподаванием. Ну, где? Ну, конечно, Макдональдс. Вот. Это как бы да. Но это миф. Почему? Потому что не только философы работают в Макдональдсе. И вот однажды… Нет, однажды, когда у нас еще в России был такой фастфуд, как Вендис, вы помните, да? Вот, он был на Арбате, я заглянул на Арбат, там все было нормально, значит, что-то я там хотел купить. И, значит, девушка там говорит, здравствуйте, приходите. Мне было смутно знакомое лицо. Кто же это? Вот она говорит, я почти не ждал. Я ждал 30 секунд. Вот. Она говорит, спасибо, пожалуйста, спасибо, извините за ожидание, и вот вам еще мороженое за то, что вы как бы долго ждали свой заказ. Я говорю, я вас знаю? Говорит, ну, конечно, вы же у меня вели семинары. Я говорю, а, точно, точно, на историческом факультете. Говорит, да. Вот, да, таким образом, то есть, друзья, как бы успешными люди могут быть не только философы в плане гуманитария, но также еще и представители других гуманитарных специальностей. И на самом деле, то есть, как бы, ну, понятно, что она только начинала свою карьеру, у нее были перспективы стать старшим кассиром, менеджером, вот, возможно, кем-то еще. И однажды в Россию приехал Том Стоппорт. Том Стоппорт — это известный драматург, он написал кучу всяких пьес, снял фильм, в частности, один из главных его фильмов — это Эрнст Розенкранц и Геннель Стэн Мертвы. Он писал сценарий к фильму «Влюбленный Шекспир» с Джозефом Файнсом и Гвинет Пелтроу. Он, как бы, да, он написал «Берег утоп», и в 2007 году он приехал в Россию представлять свою пьесу про русских радикалов XIX века. И он, я не знаю зачем, я не знаю зачем, но он как бы, значит, во время своего выступления говорит, у меня пять детей, я всеми ими очень горжусь, это прекрасные люди, они очень успешные, четверо из них очень успешные, там, кто-то в политике, кто-то в бизнесе, и один мой друг, мой сын, которым я горжусь больше всех, он работает почтальоном. Поначалу я подумал, что Том Стоппорт очень сильно комплексует, как бы, да, что все у него дети успешные, один почтальон. Но потом, когда я встретил молодого философа, который, ну, в общем, сейчас уже закончил, сейчас успешный аспирант, и, как полагается, философу живет с мамой и очень счастлив, соответственно. Да, я когда увидел этого философа, которому ничего не нужно, кроме того, чтобы, значит, быть безмятежным, ну, это одна из главных стратегий философии, для того, чтобы, как бы, радоваться жизни его нужно маленько, как бы, совсем немного, я понял, как бы, что Том Стоппорт не лукавил, потому что его сын просто выполнял именно то, что он хочет. Он, как бы, делал некоторое количество людей счастливыми и был этим доволен. Точно так же, как молодой философ, который живет с мамой, ну, это, как бы, обычный, типичный случай, имейте в виду. Вот, он, как бы, соответственно, как бы, достиг успеха именно философии. Почему? Потому что философия одна из, как это сказать, когда вы идете в философию, здесь есть философ вообще или нет? Ну, на всякий случай. Ну, нет, конечно, да. Это очевидно. Серьезно, да? Как вы здесь оказались? На лекции про успех. Зачем вам это? Ага. Ну, потом расскажете, ладно. Вот. Да, что я хотел сказать. Да, как бы, когда люди приходят учиться на философа, они выбирают априори самую неуспешную область. Как бы, ну, ничего здесь не сделаешь, да? То есть, как бы, главное, на что вы можете рассчитывать, и, значит, высшая карьера, это работать научным сотрудником, жить с мамой. И, соответственно, как бы, если вы философии достигаете успеха, ну, то есть, как бы, вы публичный человек и так далее, там подобное, то это означает, что вы все-таки проиграли, да? Потому что, как бы, успех в философии, как в самой неуспешной области, это, как бы, быть максимально неуспешным. Тогда он будет самым крутым философом. Да. В некотором роде поэтому я, конечно, неудачник. Значит, соответственно, что я бы хотел сказать, когда молодые люди заканчивают, молодые люди, девушки заканчивают университет, то перед ними возникает реально большая проблема. Ну, во-первых, школу, а во-вторых, университет. И постоянно вот эти переживания, это сложное эмоциональное состояние, вы его испытаете. Вы точно его испытаете, когда вы вроде бы, ну, возможно, кто-то из вас работает, но часто бывает так, что когда вы заканчиваете, там, четвертый курс, бакалавриат, кто-то понимает, что не хочет работать, идет в аспирантуру, потом, значит, пытается еще что-то сделать и т.д. и там подобное. Но некоторые люди понимают, что они пойдут работать, и вот это состояние между, как бы, университетом, когда вы закончили университет, и у вас заканчивается некоторая беззаботная жизнь, и вы идете дальше, вы идете работать, оно, как бы, является наиболее сложным, экзенциальным, и вместе с тем, наиболее привлекательную. В частности, это неоднократно отображалось в кинематографе. В частности, это фильм «Реальность кусается» Бена Стиллера, 1996 года. И здесь Вайнона Райдер как раз-таки рассказывает про будущее и говорит, что это один из христианских фильмов поколения Х, про то, как молодые люди, которые даже если заканчивают работу, они не хотят ничего делать. Они выбирают бездельническую жизнь, жизнь бездельника, и от этого получают удовольствие. То есть у них философский склад ума. В чуть более раннем фильме 80-х годов, это середина 90-х, в 80-х годах был фильм «Кэмерона Кроу. Скажи что-нибудь» с Джоном Кьюзиком. И там главная героиня, точно так же, как Вайнона Райдер в начале этого фильма, читает речь перед выпускниками. Она тоже выпускница. И вот там главная героиня говорит, что будущее, оно очень сложное. И мне сказать честно, я его боюсь. Почему? Потому что я боюсь, что у меня не будет нормальной работы, что я не сделаю карьеру. Я боюсь, что я заведу семью и буду с ней несчастлива, даже если эта семья будет хорошей. То есть я боюсь всего. И в этом смысле, поскольку будущее на самом деле опасно, то и вы можете туда сходить, говорит она, и если вам не понравится, тогда, и этим она заканчивает свою речь, просто возвращайтесь. Возвращайтесь в это состояние и будьте нормальными философами. Спокойно живите, бездельничайте, не работайте, потому что на самом деле успех, который обычно навязывается в обществу и вокруг которого существуют определенные стереотипы, это не всегда настоящий успех. И вот вы могли видеть, кто-то из вас ездит в метро, да? Ну, я не знаю. В метро есть блестящая реклама, там, значит, написано. Там семья, там религия, там спорт, фитнес и так далее, там подобное. И говорят, выбери свое направление. И все эти направления, значит, указаны в одну сторону. Вы помните, да? То есть как бы тебе предлагают выбрать направление только в некоторых позитивных установках. И никто не говорит, выбери, быть почтальоном. Ну, получи философское образование и работай почтальоном. Там, значит, выбери карьеру в KFC, там, выбери карьеру в Эндис. Ну, к сожалению, карьера в Эндис, как вы понимаете, сегодня невозможна. Он некоторое время назад ушел из России, там, ввиду определенных, ну, по крайней мере, в рамках России. Вот. На самом деле, это состояние, которое вы испытаете, оно как бы преодолимо, но это один из самых интересных, один из самых привлекательных моментов в жизни. Поэтому, когда вы будете его испытывать, а вы обязательно так или иначе будете его испытывать, поэтому постарайтесь не переживать, а насладиться этим состоянием. Ну, так или иначе, в какой-то момент философы поняли, что, как бы, жить с мамой классно, ну, нужно еще что-то делать. И философия, помимо того, что она, как бы, может запираться в башне слоновой кости, также может и что-то сказать интересное о современных явлениях, о современных процессах, о современной жизни. И, например, в... Посмотрим, какой там у меня следующий слайд. Вот, пожалуйста, обычный философ. Это Славой Жижек, знаменитый славянский философ. Вы можете видеть, он в майке, он с бородой, и он счастлив. Вот это яркий пример философа, который, как бы, высказывается на самые острые или самые оригинальные, неожиданные темы и является популярным философом. Однако, как бы, его успех заключается в том-то... Точнее, формула его успеха, ее можно просчитать. Почему? Потому что он, в отличие от моего студента, который живет с мамой, он бы тоже мог жить с мамой, он живет с сыном. Вот, он, как бы, вынужден, вынужден, как бы, не только заниматься некоторыми исследованиями, а именно, что комментировать повестку дня и предлагать, значит, какие-то интересные интерпретации, которые были бы неожиданными. То есть это не самый обычный эксперт. И вот он одним из первых стал заниматься тем, что называется популярная культура. Вот, соответственно, как бы, даже, как бы, он был до этого, но после него получила большое развитие серия, которая стала называться «Философия популярной культуры». Там она стала, как бы, выходить ровно в 2000 год, то есть, как бы, 21 век, он, как бы, стал популяризацией философии, когда философия предлагала что-то про популярную культуру, что она означает, как это будет, в общем. И, например, как бы, стали известны выходить такие книжки. Вот «Сумерки и философия», которую я бы не рекомендовал бы читать, и «Хаос и философия», которую я бы рекомендовал бы не читать, но сейчас уже вышло больше 200 томов. И, конечно, многие, некоторые философы сделали на этом карьеру, в частности, редактор серии или некоторые редакторы серии. Вот даже они, как бы, существуют на русском. Однако, как бы, в чем заключается задача? Философы первые придумали, как бы, предлагать определенную интересную интеллектуальную интерпретацию, определенное прочтение о популярной культуре. И, например, сегодня, если вы зайдете где-нибудь в США в более-менее крупный магазин, то вы увидите книжный магазин. То вы увидите там не только серию философии, серию популярной культуры и философии, но также истории популярной культуры или там социологии популярной культуры и так далее, там подобное. Вот, но, конечно, философам им, как бы, дофилософам далеко, потому что философы уже сделали в этом очень много. Но правда заключается в том, что не все эти книжки являются популярными. То есть, как бы, популярность заключается в том, и это довольно дешевый трюк, в том, что, например, когда выходил «Доктор Хаус» на русском языке и философия, то книжку раскупили в миг, потому что она выходила именно в момент, в пик популярности этого сериала. А другие проекты, скажем, «Сумерки и философия» и тем более «Безумцы и философия» не были популярны. То есть, как бы, оказалось, что вот эта вот связка, спайка просчитать, чтобы выпустить книжку в момент пика популярности сериала, это, как бы, довольно тяжело. Ну и, как бы, получается, что, как бы, когда философия использует определенные трюки, то, как бы, это иногда хорошо, иногда плохо, в том смысле, иногда это выстреливает, а иногда нет. Соответственно, как зовут этого человека, кто знает? Философ. Здесь есть в зале философ. Как его зовут? Вы на каком курсе? На первом? Знаете, что вы отличный философ. Сколько у меня времени еще? О, отлично. Я тогда сделаю небольшую паузу. Я не знаю, могу ли я про это рассказать? За что я люблю философов? Почему они классные? Я получаю письмо на корпоративной почте. Там преподаватели. Сейчас в высшей школе экономики открыт конкурс научно-исследовательских работ. Он скоро закрывается, но никто из философов студентов пока что ни один не подал, как бы, заявку в свою курсовую. Почему? Потому что философам все равно. Они знают, что их работа и так лучше. Зачем им в этом участвовать? Или, возможно, у них нет просто этой работы, которую бы они могли послать. Да, ну и они понимают, что некачественную работу лучше не слать. Юрген Хабермас. Это немецкий философ, один из немногих великих все еще. Он станет, так или иначе, не хотелось бы говорить плохой, но так или иначе он станет мертвым белым мужчиной. Но пока что он живой белый мужчина. И, соответственно, у него есть, помимо всех его прекрасных работ, и не очень прекрасных, есть одна важная работа, которая называется «Что отличает интеллектуала?» Точнее, она называется так. Первым почуть важное, что отличает интеллектуала. И вот он в ней рассуждает. А что же отличает интеллектуала? Вот мы знаем, что и всякие журналисты. Являются ли журналисты интеллектуалами? Ну нет, потому что они реагируют на какую-то новостную повестку. Являются ли там интеллектуалами эксперты? Ну нет, потому что они разбираются в какой-то сфере и просто тоже дают аналитику. Ну и так он проходится по всем более-менее известным социальным профессиям, эксперт, журналист, еще кто-то. Ну что и отличает интеллектуала, спрашивает Кибермас. Он говорит, что интеллектуала отвечает то, что он должен первым почуять важное. Вот как только он первым чует важное и пытается это проговорить, таким образом он и рекомендует себя как человек, который стал трансфертом, совершил прорыв, увидел что-то важное. И в этом отношении, вот я вам показал книжки, когда философы стали говорить про популярную культуру для того, чтобы сделать свои взгляды, возможно, более популярными, стать более публичными людьми или, возможно, даже с более честной целью популяризовать философию и так далее и так подобное. И в какой-то момент Кибермасу в этом отношении я подумал, что он прав и как и прав Жижик, и так далее и так подобное. И у меня есть на самом деле, тут, я как понимаю, нужно немножко или можно говорить про себя. Как бы у меня есть академические работы, которые не предназначены для большой аудитории, для большой публики. В общем, они такие более-менее специальные. Есть у меня работы, с которыми бы я хотел, или с которыми я вышел, пришел к городу и миру. А сколько минут у меня, Анастасия? Четыре. Отлично. Вот. И, соответственно, я пытался высказываться про самые разные темы, чтобы пытался высказываться интересно, для того, чтобы как-то привлечь внимание к философии или к определенным проблемам. И я, например, занимался в свое время, готовил выпуск журнала «Логос» про Южный парк. Вы знаете такой сериал, да? Мультсериал. Я понял. Не знаете. Здесь два человека. Знаем, знаем. А вы с бородой, сколько вам лет? Ага. Такой, значит, один человек говорит 30 лет с бородой. Знаем. Я здесь, у меня четыре минуты, и я быстренько расскажу. Один мой друг преподает в другом вузе, и вот он использует эти мои приемы, когда, значит, нужно приходить к аудитории, и чтобы говорить с ними на одном языке, нужно использовать примеры из того, что они знают. И вон он тоже был очень хитрый, и, значит, смотрел Южный парк, приходил и читал лекции по философии религии, религоведению, и рассказывал про Южный парк. Значит, то, сё. И все, значит, как бы находили, это прекрасная иллюстрация, все находили это очень классно. И вот прошло несколько лет, он заходит в аудиторию и говорит, вот Южный парк, кто смотрит Южный парк? И, значит, один студент поднимает руку, вот как сейчас у нас есть, говорит, ну, у меня дедушка смотрит. Да, вот, как бы, ну, я писал, как бы, ну, на всякий случай, я готовил этот номер журнала давно, то есть, как бы, когда еще его хоть кто-то смотрел, но Южный парк. То есть, я писал про мультфильмы. Я даже попробовал в некотором роде тоже привлечь, как бы, философов, социологов, и впервые в академическом отношении заговорить про так называемые исследования порно, порн-стадис. Вот, там, в этом, этим летом, по-моему, если я не ошибаюсь, там уже на встрече, как бы, значит, что-то проходило, какие-то лекции, еще что-то. Я занимался порн-стадис, когда еще не было модным. Значит, это, по-моему, 12-й год. Ну, и что вы думаете, как бы, значит, это второе. Потом я занимался, у меня вышло пару книг про кино, про массовое и про культовое, которые, как бы, значит, ну, более-менее как-то считаются, или я не знаю, как бы это не суть. Вот, то есть, как бы, помимо, там, моих основных философских тем, про современную философию 20-го века, социально-политическую, про историю политической философии, социальную философию в целом, и так далее, и тому подобное, я пытался, как бы, делать что-то для аудитории, для молодой аудитории, которая, как бы, как-то заинтересована в интеллектуальном осмыслении вещей, которых окружает. И вот я занимался порнографией, как бы, не имел никакого успеха. А я писал про Южный парк и не имел никакого успеха. Я написал пару книг про кино и тоже не имел никакого успеха. Но, но, друзья, я первым почуял важное. Я реально чего-то добился. То, что реально беспокоит людей, реально актуальна для них проблема, я реально смог что-то сделать. И обратите внимание, когда меня присписали, представляли, никто не сказал, что философ, автор двух книг, еще что-то делал. Нет, 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 там когда написано, там написано философ, культуролог, доцент факультета, но не автор двух книг или еще чего-нибудь, а автор нашумевшего ролика про шаурму стадис. И, кстати, я получаю много писем про шаурму. Многие приходят и говорят, что есть какие-то блогеры, которые тоже занимаются шаурмой, видели ли вы их, повлияли ли они как-то на ваши взгляды, на ваши исследования. Друзья, если вы зайдете на тот ролик, о котором идет речь, то вы увидите, что он вышел гораздо раньше, чем любые шоу. Шоу про шаурму. То есть как бы я был реально первым. И, наконец, все-таки это не совсем шутка. То есть почему это не совсем шутка и почему это реально дало мне некоторую популярность? Потому что я как-то стоял на улице около своего корпуса, ничего не делал, как обычно, как полагается, философу грустил, смотрел вдаль, думал о бренности жизни, и ко мне подходят две девочки. И говорят, извините, а это не вы в интернете про шаурму? Я говорю, да, я в том числе. И говорят, отлично, мы только ради вас поступили в школу философии. Я говорю, как бы это не шутка? Нет, это не шутка. Ну и таким образом, друзья, если вы хотите быть нормальными гуманитариями, заниматься наукой, то вы должны искать свою тему. Должны реально быть настоящими исследователями, искать то, что реально общественно значимо, публично значимо. И на всякий случай я вам намекну, здесь есть один философ, возможно, еще другие гуманитары, исследовательская дисциплина Деширакстадис пока еще никем не занята. Спасибо. 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 Спасибо.